как настроение родные хорошо сейчас будет еще лучше хорошо родные перед тем как я начну давайте поприветствуем все кто с нами в онлайне семья добро пожаловать да мы рады что вы с нами хорошо родные так я пойду сегодня в слово сегодня буду говорить об очень интересной и фундаментальной истине я немножко начал эту мысль в портланде код жизни и код смерти тема называет и так как я не повторяю некоторые вещи вам придется просто зайти прослушать но сейчас я продвинуть следующий мысли и мысль я назвал так сотворенные творить просто прошу бога мудрости чтобы сейчас все что вот тут у меня есть я смог нормально вам все это передать потому что одна вещь это жить в этом понимать этой совершенно другая вещь адекватно передать это тело христиан и так нам сразу необходимо с вами усвоить этот закон мы все созданы и предназначены богом творить я сейчас объясню что я имею ввиду под словом творить нам не дано возможность творить планеты и вселенные кто-то понимает да но нам мы с вами помещены на уникальную планету где нам дано бога много сырья сырого материала кто-то понимает то есть нам дано вот вот сырье вот молодого поколения поднимается это сырье которое нужно учить помогать трансформировать реформировать многие разные вещи которые вот сегодня постараюсь коснуться другими словами мы с вами созданы чтобы творить и хотим мы это или нет даже если мы не прошли какие-то вещи может быть мы раненые больные мы творим но творим не те вещи которые бог предназначал и так сразу хочу объяснить вот этот духовный закон когда мы с вами разговариваем делимся чем-то чаще всего мы делимся не просто информацией мы делимся нашей энергией нашей силой нашей проекции вы никогда не задавали такой вопрос семья почему одни учителя имеют такой вес другие не имеют никакого веса некоторые церкви имеют такой вес и влияние другие не имеют ничего при всем желании почему оказывается у бога не талант преобладает а пред а преобладает энергия которой талант пользуется кто-то понимает сейчас о чем речь послушай сразу скажу я специально буду заменять такие слова как сила бога помазание бога на другие фразы такие как энергия проекция я сейчас объясню почему я специально буду заменять некоторые вещи только по одной причине потому что до меня до моих например проповедей откровений в твоей голове уже побывал брат степан и сестра дарья и они уже там построили в твоей голове что такое сила бога и поэтому когда я буду говорить и мое откровение ложится на откровение брата степана и ты меня не услышишь я буду пользоваться методами иисуса христа он говорил настолько интересно притчами он менял все он не говорю он не похож был ни на кого и поэтому его мыло возможно услышать поэтому некоторые люди знаете будут задавали что он имеешь ввиду под энергией я специально это слово меняю потому что сейчас я творю новые connection и в твоем в твоей голове насчет этого откровения но все мы в принципе понимаем что сейчас идет речь именно о силе бога вы никогда задавали такой вопрос как получить силу бога ну как получите все же хотят вы знаете что только люди обладающие энергией бога имеют реальную эффективность кто-то понимает мой успех заключается только в том насколько успешно я смог передать тебе энергию не информацию кто-то слышал когда иисуса смотрели они спрашивали почему он говорит не так как все потому что он что говорит как власть как власть имею другими сами они интерпретили в это он говорил это с какой-то энергией который невозможно объяснить я абсолютно отказываюсь строить мое служение строить церковное служение без силы бога кто-то слышит меня абсолютно отрекаюсь я отрекаюсь играть в эти кукольный спектакль религиозные игры не это не для меня кто-то слышит меня церковь если она не имеет силы эффективности ей нет смысла быть на этой земле открой клуб мотоциклистов открой клуб по вышиванию крестиком у тебя успеха больше будет ты со мной здесь итак то есть я заворачиваю смотрите талант без энергии не способен это всего лишь талант это просто красиво поет но чтобы что-то действительно тебя коснулась и трансформировано внутри таланта должна быть скрыта энергия кто-то слышит стоим с вами тут смотрим вот только что ребята это кстати свят бог совов это их я песню только-только написали это написали дайте она выпала просто на молитве все поют свят бог совов ну почему это тебя так сейчас цепанула ты 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 на небе походил почему потому что слова не касаются тебя внутри этих слов есть энергия есть сила которую невозможно объяснить ты ее переживаешь и вот это то что религия ощущала на иисусе христе если бы он просто балаболил он бы никогда для них опасным небо но когда он говорил внутри что-то настолько сильное и опасное они хотели убить каждый раз сегодня хочу поговорить с вами о двух факторах персональная энергия и корпоративная энергия энергия церкви итак первый вопрос как мы как личности получаем свою собственную энергию не украл не списал проповедь не украл песню получил свою энергию как смотри мы с вами хотим это или нет бог нас проводит через очень иногда тяжелые этапы нашей жизни и судьбы другими словами когда бог хочет выработать в тебе определенную силу и энергию некоторые люди даже не представляют ты сейчас не даешь богу дать тебе эффективность и силу минуя то через что он тебя проводит у бога у меня тут боль у меня тут предательство меня тут кинули меня тут мы тут развод тут это ты не представляешь бог сейчас внутри тебя создает что-то что потом будет двигать судьбу твою пожалуйста пойми это знаете какие самые эффективные к примеру проповеди пастора андрея шаповал тех в которых сама больше энергии а вы знаете в каких из моих проповедей сам больше именно те вещи которые через которые я через ад прошел чтобы получить эту и потом люди говорят о у него такие классные реформаторские проповеди ты знаешь чем не реформаторские проповеди стоили а ты знаешь что мне стоила тема из друге иисус что мне стоило темы встреча с иисусом что мне это стоило сколько более отречения изгнания поймите семья если ты хочешь чтобы что-то ожила ты что-то должен пройти потому что силу ты никогда не будешь ценить если она не стоила тебе ничего никогда ты не оценишь счастливую прекрасную семью веня если у тебя не было какого-то ада до этого кто-то слышит меня а потом смотришь а почему у венечки такую любовь а почему он такой бедненький танцует около своей жены этом друг над другом не нарадуется же 10 лет спасибо мне нужно обновить файлы почему да потому что я уже подразумеваю даже не знаю веню что наверное он где-то в этой сфере серьезно заплатил боже мой и когда я смотрю на человека который что-то имеет что-то ценит имеет силу в этом мудрость скорее всего он что-то очень серьезное прошел в этой сфере да неважно ты бизнесмен будешь призванный богом ты пройдешь ерезат предательства банкротства и так далее чтобы потом понимать что когда бог благословляет это бог благословляет чтобы ценить финансы которые он тебе дает для обеспечения церкви боже мой для меня это было открыто в самом раннем моем возрасте иисус даже мне говорит никогда не вздумай выходить и говорить какие-то вещи если перед этим в эти вещи не было вдохнута энергия неба не говори это люди не поймут не услышат это как мы получаем с вами силу мы получаем силу и энергию проходя через ад нашей жизни как это не странно звучит человек такое существо хочешь ты этого или нет он никогда не оценит даже самое прекрасное если это ему не стоило чего-то и он же не уплатил и не прошел когда ты отказываешься проходить свой путь есть люди которые просто не хотят отказываются отрекаются принимают свои решения выходят из процесса в реальности ты выходишь из процесса который хочет дать тебе силу и твое имя и твою идентичность во христе простой пример из библии все помнят историю гидеона даже не надо ее открывать сидит мужик злой нервный ненормальный где-то там в горах в точиле вы выклачивает пшеничку чтобы прокормить свою семью до грани флау чтобы сделать хлеб и накормить семью и здесь приходит и здесь здесь же является к нему ангел и говорит привет тебе муж сильный да привет муж сильный до господь с тобой вот это вообще соль на рану и здесь гидеон взрывается говорит какой господь с нами он нас кинул он нас оставил я своими все он ушел из израиля и мы наказаны и здесь бог поворачивается к нему чуть попозже вы знаете он говорит иди с этой внимательно задумайся чем обладал гидеон на тот на тот момент ничем кроме ненормальной разочарованности и нежелания смириться с тем сила которой говорил бог это не талант это не помазание это мужик настолько зол и распсихован что он без меча пойдет закусывать всех настолько много энергии в нем кто-то понимает кто-то слышит меня то есть он ищет людей которые эту энергию эту боль превратили не знаете не в кейс который теперь ты ходишь психологу а превратили это в силу свою на которой основывается твое движение когда тебе приходит потрясение в жизни у тебя есть два шанса превратить это в серьезную проблему или превратить это в реальную силу с которой ты будешь двигаться как гидеон боже мой зачем иосифу проходить через весь ад потому что он никогда не оценит то что бог ему хочет дать этот перстень ему стоил жизни кто-то понимает о чем речь идет и когда ты видишь человека который достиг действительно что-то он обладает энергией которую нельзя купить выучить в библейской школе или заплатить за семинар ты со мной бог когда ты видишь меня двигающийся с энергией это значит я в своей жизни принял когда-то решение чтобы эта энергия я ее посвятил богу я не это энергией разрушить меня и достать душевно больным кто-то понимает сколько знаю людей лично которых религия сломала меня религия только разозлила я думаю ты сломаешь меня зараза ты никогда в жизни ты не доберешься до меня я буду ломать тебя до конца моих дней вот почему религия ненавидит нас вот почему они с пеной у рта говорят проклинаю тебя как еретика потому что они знают что за твоими словами стоит реальная энергия а люди когда сидят на лавочках они не чувствуют текст они переживают энергию удар и ты в этом ударе чувствуешь силу они пустышку ты хочешь знать как это достается прямо сейчас у вас у всех богом дан шанс в какой-то сфере стать не просто чемпионом от доминирующим элементом кто-то из вас сейчас борется как привести в порядок свое тело ты станешь там чемпионом если не сдашься ты сейчас борешься с бесплодием если не сдашься станешь анной станешь чемпионом ты сейчас во многих сферах сражаешься с нищетой с разрухой семьи потому что именно там бог хочет сделать тебя чемпиона перестань искать легкого пути перестань искать церквей где нигде не качает там ты будешь лишён силы кастрирован духовно выбери самый тяжелый путь и иди в него потому что именно там ты получишь всю силу энергию для совершения того для чего ты рождён бог бог церковь очнись очнись ты минуешь самое то что созидает тебя ссори надо как-то был выдохнуть чуть энергии немножко что-то скопилось как-то смотри то есть ты не просто меня понял ты пережил меня ты прочувствовал меня потому что я поделился с тобой не информации я поделился с тобой частью своей боли и сейчас в моем разговоре ты слышишь мой опыт прохождения кто-то слышит ты хочешь стать чемпионом какой-то сфере ты должен пройти все верха все средняки и все дно того куда бог тебя ведет именно это сделайте профессионалом экспертом и человеком который обладает этой силой перестань ныть вытри сопли и начни двигаться туда начни ты просто скажи я не сдамся никогда я пройду и потом наблюдай насколько потом в твою в твою внутренность твою грудь вкладывается львиное сердце которое невозможно сломить уговорить купить заставить невозможно да мы хотим живого бога и да то что вокруг нас не является живым богом перестаньте приклеивать к чему-то бирку церковь и это автоматически обладает силой не не то что обладает силой имеет эффект который трансформирует жизни сердца и разумы людей ну аллилуйя ты здесь если ты сейчас не проснулся тебя надо воскрешать успех проповедника заключается именно в том любого проповедника поклонника молитвенника именно в том не как он передал молитву а как он допустил энергии неба протеть через него к телу христа кто-то слышит меня другими словами твоя эффективность это насколько ты стал как вам сказать трубой через которую беспрепятственно это может протекать но это если ты не прошел определенный момент смирения эта сила опасна для тебя же кто-то слышит меня вот почему иаков перед тем как бог дал ему все он сломал ему опору чтобы он никогда никогда даже не подумал что это сделал он кто-то понимает если ты что-то действительно хочешь иметь что оно должно быть положено на несовершенный сломанный жертвенник библия говорит в глиняных сосудах не в золотых не в глиняных мы носим это сокровище ты говоришь я несовершенен ты самый идеальный кандидат ты говоришь у меня сломано бедро еще лучше у меня подбит глаз у меня кривой нос вообще профессионал совершенство может быть явлено только на несовершенном фундаменте кто-то понимает иначе совершенство будет конфликтовать с другим совершенство две совершенства вот почему бог дает людям у которых жало в плоти вот почему он дает у которым у которых не все в порядке потому что он знает что при всей славе которая будет проходить через них они ничего себе не призвали ты хочешь чтобы через тела энергия неба это говорит о том что ты должен быть абсолютно испорчен абсолютно поврежден для этого мира ты должен быть полностью мертв для того что проходит через итак успех человека или слуги бога неважно сфера заключается в том как много энергии бога может протеть через него но когда этот энергия и сила и слава протекает через тебя внутри тебя не должно быть ничего что может зацепить кусочек иногда бог не дает другим людям своей славы потому что и когда он ее даст он этих людей потеряет также дорогие мы энергия может быть не только позитивная которую мы вот прошли с вами хорошие вещи и сейчас я телу христа выдаю энергию оккультуренную исцеленную из мы также энергия может быть в другой стране может быть разрушающая энергия боли разочарование и поражение все зависит от того что сейчас с этой болью и с этим ударом в твоей жизни сделаешь кто-нибудь из вас отравлялся чужой энергии поговорив с некоторыми людьми о боже мой и поймите есть люди которые просто балабу но есть люди которые такой болью с такой ужасным негативным эффектом он тебя заражать и если человек не утвержден в боге этот человек может своей энергии заставить другого сомневаться в боге и в его я знаю людей которые прошли encounter как 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 знаете как птички поют по весне все и здесь смотрю полностью сгусток боли поговорил пригласили на брак он пережил бога он получил духовное крещение сейчас ему долбили что это секта это она тебе нужно отречься и он не понимая что делать он цепляет эту энергию и вообще его жизнь идет в полный крах ключ как побеждать чужую энергию твоя энергия должна быть настолько запитана от бога другими словами ты должен быть сильнее чем все что вот хочу я или нет я общаюсь вокруг негативно энергетичных людей поймите чем игру отравленных людей горестных людей ненавидящих людей но единственный метод чтобы это не протекло в меня бога во мне должно быть намного больше чем с вот этой грязи вне почему иисус предупреждал опять повторю это я говорил прошлой пропаде это столько сильное место я еще раз его повторю единственное место где иисус по всей библии бог говорит чего-то бояться это когда он говорит бойтесь или остерегайтесь закваски ирода политика и закваски фарисейской религиозной семья поймите меня очень правильно я сейчас говорю для взрослых людей когда тебе дана сила над демонической над демонической властью это абсолютно другая вещь чем чем энергия темная кто то понимает это две разные вещи абсолютно нам дана сила над бесами над всей силой вражью но уникально две закваски которые упоминает христос их нужно беречься опасаться от марка 8 15 коротко смотрите предостерегая их сказал иисус берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой и так здесь нужно понять некоторую вещь некоторые люди спрашивают меня почему если религия не от бога она так сильно работает на людей и тысячи миллионы сидят в рабстве прямо сейчас зная что там бога нет и они порождены и поражены этим духом семья потому что они удерживаются энергии из церкви вы задайте им вопрос первое что они вам скажут мы боимся мы боимся мы боимся мы боимся мы боимся религия иисус упомянул фарисейская закваска опасна тем что у нее точно так как у иисуса христа и у духа бога и у отца небесного есть своя энергия кто-то слышит меня и так поймите что информация без энергии не способна тебя изменить вот почему ты можешь читать закон 10 лет закон божий может читать и он никогда не изменит тебя потому что закон это просто слова написанное что нельзя делать на бумажке но бог меняет тебя так он говорит я дам закон я вложу закон в сердца ваши через дух святой и он будет учить вас всему и теперь ты не можешь не меняться кто-то понимает что такое святая закваска ты будешь хочешь ты или нет ты будешь меняться потому что внутри тебя сейчас абсолютно другая энергия ты поддался ты отдался и когда отец желает что-то трансформировать он дает не просто свою информацию он заворачивает ее в свою энергию именно так и приходит реформация трансформация и духовная революция поставь любого проповедника который я тебе даю гарантию за его силой стоит очень серьезная энергия которая ему стоило чего-то гарантирую знаете почему религия бы и нас почему она боится таких как мы почему чтоб вам вообще не оставить нас в покое и жить живите себе нет мы фокус их проповедей живые церкви становится смыслом их жизни потому что они внутри на подсознательном уровне понимают что как они иисусу горели весь мир идет за ним то что люди сидят у них на лавочках поймите попы у них на лавочках их сознание находится здесь сейчас если вы если бы поняли что я сейчас поймите что да их их может быть тело находится там но сознание уже находится здесь и вот это дорогие вот это начало трансформации жизни людей попа потом придет попозже она она не попа немножко запаздывает за головой ты себя вспомнил сначала была голова потом попа смотрите закваска это энергия это как ингредиент который когда входит в тесто вот чем опасно закваска иисус равнил закваской когда она входит в тесто она становится частью ее больше вынять не вас но и теперь хочешь ты или нет ты должен дать этому тесту закончить процесс брожения и только тогда ты можешь что-то делать вот почему дорогие мои закваска иисуса христа она такая сильная потому что мы всегда говорим некоторые мне звонят и говорят они просто умоляют людей иногда просто дослушай вот эту проповедь вот этого проповедника до конца просто дослушай домучайся докривись закрывай уши когда он орёт когда он там шутки сводят просто дотерпи проповедь до конца и большинство из них включают вторую третью тридцать третью 333 почему эффект закваски потому что истина ты не можешь ей противостоять когда ты слышишь пусть он орёт потеет и плюется но он говорит правду и нет семья а наш дух он жаждет правды и истины о боге да нас иногда раздражает метод которым это подносится но мы хотим внутренность истину которая нам дается закваска не заставляет тесто меняться вот в чем сила закваска она не заставляет тело менять тесто меняться она становится частью и теперь тесто хочет или нет будет меняться поэтому я говорю будьте очень аккуратны спрашивайте всегда у духа святого что что вы смотрите и слушайте потому что первая реакция всегда правильная потом ты начинаешь дух святой затихать убурят дай духу святому проговорить тебе любая новость а интернет и что-то увидел какие-то политические вещи просто дай духу святому дать тебе интерпретацию что это будь очень аккуратно сейчас я знаю пасторов которые просто из помазанников и детей бога превратились в сгусток ненависти зла и грязи и со сцены на протяжении уже многого времени льется только ненависть и зло и мужчине я вам честно говорю я был удивлен почему съели закваску и рода семья вы знаете что ранее мы с вами опасались закваски религии фарисе сейчас закваска и рода просто захватывает все включаешь ты не можешь youtube посмотреть без следующего тебе ролика который советуется который хочет поменять твою жизнь сознание и внутренность как не поддаваться этому внутри тебя должно быть что-то сильнее чем все закваски вокруг тебя сильнее знаете еще один секрет какая почему почему закваска на меня к примеру не работает потому что это тесто уже было при заквашена другой запас то есть в меня но боже не может войти я уже давно заквашен изменен и трансформирован и это гарантия поэтому заквасся богом все заквасся духом бога потому что закваска на заквашенное уже не работает она просто неэффективно то есть если отец не просто дал закон информацию он подарил тебе свою энергию дух святой и теперь дух бога входит в становится частью тебя и хочешь ты или нет трансформируйся теперь я хочу любить бога и служить ему потому что что-то внутри меня влечет без духа свет заметьте в религии знаете почему люди учатся потому что они без духа святого без духа бога им сказали в информацию в голову освещаться и теперь они в муках пытается заставить себя и они не могут это сделать потому что меняемся мы исключительно не нашей силой волей а духом бога живущим внутри нас семья если я хочу поменяться мне не надо ничего делать мне нужно в глубже в присутствие бога идти где эта вещь больше не может существовать с этим уровнем славы в моей жизни нормально со временем нормально я как будто уже так долго проповеду я еще совсем не в неплохо а там часы не перевели перевели вы чё ну вы меня кинули сейчас вообще я такой это я чё на час перепроповедовал что да аллилуйя чуть напугали меня чуть да я я знаю смотри назад в тему назад тему а то тема будет длиннее поэтому не смейтесь вот почему закон сам по себе не способен тебя изменить потому что закон может только указать на повреждение сила духа святого истина энергия неба только она меняет тебя сила рожденных свыше они не меняют себя они меняются находясь рядом с кем-то ктось . но они меняются когда находятся рядом демон ничего нового не изобрел он работает точно так как делает дух святой он работает именно так через когда ты принимаешь политическую закваску религиозную закваску ты все лишь ты берешь из-за внутри себя принимаешь кусок энергии теперь эта энергия пользуется тобой хочешь нет а ты становишься устами той энергии которую ты принял и в процессе ты даже не подразумевая становишься просто носителем это той энергии которую ты просто зацепила все захватил съем теперь корпоративная корпоративная энергия сейчас мы коснулись персональной с персональной понятно да идем в корпоративную да теперь мы поговорим чуть чуть насчет церкви семья именно по этой причине иисус не позволил ученикам двигаться в израиле после своего вознесения и воскрешения они должны были получить энергию аду на мисс взрывная энергия переводится и бог говорит только с этой взрывной энергией вы имеете право двигаться как церковь получает энергию для движения бог нас корпоративно проводит через очень серьезные сессоны жизни церкви и кто здесь в начале был вы точно знаете чем эта церковь уплатила за истину которую вы сейчас слышите если вы часть этой церкви вам дана та же энергия которая здесь по умолчанию вы как тело имеете абсолютное право ей пользоваться и двигаться в этой энергии она ваша и ты можешь говорить с той же уверенностью с тем же огнем с тем же помазанием из той же энергией которую вы слышите и переживаете здесь на энкаунтерах на молитвах везде потому что сама по себе информация о миссии иисусе христе ничего не призвала бы но информация плюс сила бога энергия теперь учеников они обладают чем-то очень заразным и покаялась много-много тысяч людей другими словами богу не нужны говорящие уста ему нужны люди носящие энергию дунами с неба кто-то слышит и не думай что книжки библейские колледжи или какие-то твои фокусы тебя приведут к этому бог ребенка берет и наделяет его силой но он который слушает а ты слышишь меня а дети бог говорит уже было это их царство не пускайте детям приходить ибо им принадлежит надлежит мы входим а им принадлежит ты чувствуешь разницу это другая тема сейчас туда не пойду нам как церкви и листом абсолютно запрещено двигаться без энергии и перед тем как я что-то делаю куда-то еду выхожу сюда еду на конференции служу на энкаунтере я должен быть перед этим абсолютно заполнен энергией неба иначе я не взгляда же не выйдут деяния 1 глава 4 5 стих давайте прочитаем это классное место 4 5 однажды встретившись со иисус повелел им не отлучаться из иерусалима и ждать там обещанного отцов добавив вы слышали от меня об этом обещании ведь иоанн крестил вас водою а вы через несколько дней будете крещены духом святым и вот так мы и распознаем семья по энергии неба мы распознаем церковь бога и церковь духа этого мира ты слышишь меня потому что поймите мы не строим эту церковь иисус сказал я построю церковь мою вот где сила и поэтому дорогие мы для нас любое движение бога это закон упасть перед ним и дать ему двигаться как он хочет на этом месте программа здесь одна спектакль тут один дождаться движения бога и уступить царю это место а все что до этого мы делаем мы подготавливаем платформу молитвой поклонением словом пророчества всего лишь подготавливаем платформу для царя но когда он придет вы меня тут не увидите я буду там под стулом потому что я точно так хочу от царя получать поэтому извините меня если тут начнется слава меня тут не будет story нормально проехали смотри так что-то вылетела не на ну в принципе это то что это это моя мечта честно сказать 18 лет я чуть заморился уже так хочу чтобы иисус попроповедовал я бы не против полгодника взять of когда слава бога просто будет течь и никому тут не будет ни до проповедников не допадуту все просто валяться будут и все боже мой от центр трансформации знаком с этой славой 9 10 год помните что делала там я вам честно я честно пытался выходить проповедовать вы все помните эти проповеди невозможно было проповедовать потому что когда сходит шахина шакайна когда сходит его облако ты не способен адекватно делать ничего валяйся и ешь бога позже все семья наша цель уступить ему этот дом нам дан чтобы когда придет время просто уступить ему когда служили апостолы на этой земле вспомните ли я никакая чужая энергия не могла даже рядом стать с той силой которая была в них и смотрите что пишет здесь иисус смотрите не пишет иисус говорит иисус лука пишет смотри луки 21 15 смотри что иисус наш любимый иисус говорит ему ибо я дарую вам мудрость и вложу ваши уста такие слова что ни один из ваших противников не сможет противостоять вам и опровергнуть никто знаешь почему они хотят порвать побить камнями отлучить до пятого с половиной пришел то есть они хотят придумать что угодно чтобы почему потому что они не способны противостоять энергии и духу которая в тебе все не способны именно по этой причине синедрион побил камнями стефана помните этого мученика за он с такой глубиной говорил с такой мудростью они просто написано были как разъяренные бесноватые и побили его камнями смотрите кем был стефан давайте прочитаем деяния 6 8 я заканчиваю заканчиваю обещаю две минуты три минуты я заканчиваю деяния 6 8 стефан же человек исполненный благодати и силы творил великие чудеса и знамения в народе но некоторые иудеи из так называемой синагоги либертанцев евреи из киринеи и александрии из килики и азии восстали против него они спорили с ним но не могли противостать мудрости и святому духу который говорил из него все остальное истории вы знаете семья вот это наша мечта ходить в этой энергии в этой славе в этом духе лично и корпоративно семья это все о чем мы молимся и постимся мы должны гореть в огне бога поймите дорогие когда с вами разговаривают вам не просто передают информацию вам передают энергию из если вы это не распознаете не поймете вы можете попасть в процесс превращения именно в то что вы не хотите будьте очень аккуратны вы знаете как обычно я когда разговариваю с людьми ох и мне нравится когда это дело они со мной говорят знаете и обычно мы с вами привыкли быть такие знаете но палайт как-то переводится лояльные знаете такие приветливые добрые и ты выслушиваешь всю эту хрень до конца я никогда эту хрень до конца не выслушаю я ему сразу в глаза говорю а я так не верю и не понимаю уху него волдыри подниматься начинает постарайся я не знаю я что-то сказал и уже забыл когда они пытаются дать тебе свою энергию знаешь почему религия тебя ненавидит именно в этом случае когда они пытаются на тебя навязать свою энергию а твой дух настолько силен ты говоришь нет не признаю в их бесит вот это именно это бесит религию вот почему они передостигают предостерегают блин переводчика своя тема идет я сам слух дайте мне договорить эту пробуете вот почему они религия они говорят и они говорят опасайся потому что они понимают что ты производишь настолько глубокий эффект на жизнь тех кто слушает что религия понимает что скорее всего они тебя потеряют скоро энергия силы бога которую ты впитываешь потому что это закваска которая трансформирует тебя изну научись двигаться только тогда когда тебе подарена сила и энергия для совершения определя не не двигайтесь не говорите не ничего не делайте не надо никому свидетельствовать без энергии бога никакого эффекта ты не произведешь о семья но я абсолютно знаю когда я сижу около человека и у меня горят кости я точно знаю сейчас время говорить о спасении его души о я знаю семья пожалуйста не ведитесь на на басне религии что ты должен идти там бросаться под автобус по пешеходным переходам там спать спасать всех бомжей не вздумай это делать без силы бога ты будешь просто холостой выстрел пустышка не делай ничего без вы взяли что-то для себя давайте мы встанем один из так я хочу сейчас открыть этот алтарь для тех людей семья это очень это серьезно на моем сердце находится те кто потеряли огонь бога те кто потеряли огонь бога те кто потеряли семья я вам просто скажу я не знаю мне хочется проповедовать я буду себя как бы держать от этого искушения но я чуть-чуть поправить знаешь где этого где источник твоей силы то что ты прошел и то что ты проходишь вернись туда через что бог проводил проводит и при ли провел тебя и ты увидишь что это именно то на что он ставит тебе и дает тебе силу для совершения этого давайте сейчас просто закроем наши глаза пусть ничего сейчас не отвлекает тебя дай сейчас просто буквально минуточку 2 чтобы атмосфера славы бога просто пришла в твое сердце пришла сюда никуда не спеши просто задержись пожалуйста ты успеешь покушать не беги никуда стены может кому-то сейчас прямо сейчас нужно воскреснуть потому что ты попал в рутину и ты потерял огонь бога ты помнишь ту энергию с которой ты двигался и сейчас ты ловишь себя на том что ты пуст у тебя нет больше энергии у тебя нет больше желания ты потерял это если это ты я приглашаю тебя сюда бог хочет вернуть твой огонь в твоих костях и поверь тебе сейчас должно быть плевать как смотрят на тебя люди ты хочешь бога все мне все равно как на меня смотрят когда бог зовет меня я бегу к нему я голоден по нему я не сижу здесь показывать другим вид что все в моей жизни хорошо если мне плохо и я потух это время твое бог зовет тебя сейчас команда выйдите сюда вся команда выйдет давайте буквально еще пять минуточек дадим атмосфере просто поработать духа бога если ты чувствуешь не шути не играй в игры это голос бога влечет тебя он хочет вернуть твой огонь но ты должен сделать этот шаг бог насильно врываться не будет буквально задержитесь семья не уходите сейчас никуда пожалуйста побудьте в этой атмосфере помолитесь у кого-то сейчас решается судьба не бегите помолитесь команда музыканты пожалуйста придите сюда задержитесь на минуточку пожалуйста пусть я присесть прошу духа святого прямо сейчас коснуться каждого кто потерял огонь я молюсь за каждого кто здесь и за каждого кто смотрит нас в онлайне господь я знаю сейчас происходит очень уникальное событие в мире и многие люди теряют сейчас смысл огонь и свою цель я молюсь восстановить мы рождены гореть для царства и нести царство но когда мы лишены силы мы не способны нести его царство этому миру про попроси его внутри от сердца попроси его бог зажги меня вновь я соскучился по тебе пожалуйста не играй в игры сейчас не время христос очень близко семья очень близко семья очень близко царство к нам очень близко пусть сейчас эта атмосфера придет сюда атмосфера которая просто смирит и сокрушит тебя атмосфера которая исцелит раны и повернет твою боль в энергию духа для совершения своей цели я прошу дух святой исцели каждое сердце неважно какая ситуация была которая лишила их огня восстанови исцели и верни эту первую любовь семья воюй за свою атмосферу в своем доме не отдай духу этому миру и дьяволу ни одного сантиметра атмосферы и силы бога дух святой я прошу тебя зажги своих детей пусть твоя слава возвращается в их дома в их работе сердца бизнеса семьи пусть горит твой огонь пусть горит твой огонь аллилуйя аллилуйя просто протяни свои руки и благословить их кто здесь это наша семья и мы не отдадим никого этому миру Это наша семья За которую умер Иисус Он восстанавливает Твои взаимоотношения Прямо сейчас Заключи с Ним новый завет И скажи Ему Бог Я больше не отдам моего присутствия Никогда никому Никогда никто Не сможет покуситься На мои взаимоотношения с тобой Я не отдам Я не отдам тебя Ты мое сокровище Ты моя ценность Ты моя любовь Ты моя жизнь Иисус Ты моя страсть Ты моя победа Ты мое сокровище Аллилуйя Просто побудь в этой атмосфере Бог восстанавливает Жизни людей Он сожигает Вновь Свежим огнем Твои кости Будут гореть для Него Есть Мы не отдадим Мы не отдадим присутствие Бога Мы не отдадим то За что текла Его кровь Мы не рождены тлеть Мы рождены гореть Мы рождены гореть Мы рождены гореть Святой Я благословляю каждого И я говорю Восстановление взаимоотношений Америка не потушит тебя Хорошая жизнь не потушит тебя Успех не потушит тебя Ты будешь гореть для Иисуса Христа Ты будешь нести Его славу Ты будешь окружен ангелами Мудростью Помасанием И все Кто будут касаться тебя Будут встречаться С Иисусом Христом Спасибо, родной Мы молимся о восстановлении Мы молимся о восстановлении Мы молимся о восстановлении Святой 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 Мы поклоняемся тебе Сожги своих детей Вновь Никто не будет тлеть Эта церковь рождена Гореть Этот дом Там для того Чтобы царь Обитал здесь Это твой дом Это твоя платформа Это твои дети Это твоя семья Бог Да будет воля твоя Да будет воля твоя На этой земле Да совершится Воля твоя Аллилуйя Никакая суета Не украдет у тебя Взаимоотношения с Богом Никакая суета Не принесет холод В твои взаимоотношения с Богом Он царь И он достоин Самого первого места В нашей жизни Он царь Он Бог Он дизайнер Он творец Он наша любовь Он наш спаситель Спаситель Проси его И он это сделает для тебя Ты его сын Ты его дочь Проси его И он это сделает для тебя Только никогда Не отдай Этому миру Свою страсть И свой огонь Никогда 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 Оуу Никогда Я не отдам Это сокровище Никогда Я не отдам Эту силу Которую Бог Подарил мне Это слишком Дорого Стоило мне Я не отдам Никогда И ни за что Оуу И я твой Я твой Я твой Я твой Я абсолютно твой Я твой Святой Я твой Я твой Воздайте ему Славу Воздайте ему Хвалу Он восстанавливает Поврежденную Коммуникацию Он Сожигает Страсть И любовь Вновь В наших Сердцах Он делает Это для нас Семья Он делает Это для нас Потому что Он так сильно Любит нас Папа Спасибо Эймен Воздай ему Славу Воздай ему Славу Я люблю Вас Родные Спасибо Вам Спасибо Вам Присаживайтесь Присаживайтесь Дорогие Обнимите Друг друга Благословите Семья Что угодно Ты можешь терять Но я умоляю Тебя Никогда Не отдай Своей страсти Своего голода И своего огня Это Держи Это сокровище Которое держит Тебя живым В этом мире Так я закончу Я закончу Потому что Я сильно попал В эту тему Я верю Что все Кому нужно было Вы взяли Что-то для себя Эймен Семья Потому что Время от времени Нам нужно Иногда Просто встрясывать И говорить И напоминать Нам Что действительно Самое главное В нашей судьбе Сколько людей Переезжает сюда Мечтая быть здесь Побыв здесь Два раза Америка Их съедает И мы их теряем Все Почему Потому что Успех Если ты Знаете В нищих странах Легко служить Богу Все согласны Та у тебя кроме Бога Ничего не ма А ты попади В успешную страну Боже мой Тебя суета съест И выкакает И ты забудешь Вообще Что такое Тайная комната Вообще Люди говорят О вам Вам там легко Легко Приедь в Америку Я тебе вызов Бросаю Легко Да мне требует Всю мою жизнь И энергию Чтобы гореть в огне Каждый день У Усыпит тебя И просто Знаете Похоронит Ты даже Ты просто очнешься А ты уже в гробу Убаюканный Убаюканный Поэтому не отдавай Своей стране Все Я обещаю Я закончил Я обещаю Хорошо родные Вас дайте еще раз Славу Иисусу Он достоин Он достоин Он достоин Он достоин Семья Он достоин Он достоин Продолжение следует...